привет мои хорошие пришла только с рынка иду тащу свою сумку смотрю люда по другой стороне идет уже домой от меня приходила собирала огурцы я кричу кричу она не слышит я и кричу кричу она меня не слышит наконец-таки я перескочила через улицу покричала еще и она меня услышала короче я говорю возвращайся назад будем кофе пить я конфет купила она говорит а я мороженое но вернулась она назад а я сегодня сегодня пол утра сидела и когда пошла на рынок я так предполагала что людусь и должна прийти что огурцы она давно не собирала значит обязательно придет но я рассчитывала что она придет позже что я все успею девочки буду резать колбасу будет трястись так не хочет резать этот нож этот нож не хочет резать совершенно надо другое искать может этот получится это сырокопченая она такая знаете мой мой стул она такая твердая но так нравится она редко бывает в петушке но этот немножко режет но и все природа пришла мы стали с ней разговаривать я говорю купила колбаски лучше чем котлет девочки надо переставлять надо переставлять я перед вами в таком сарафане сарафан давно пыталась выбросить а потом повешала его в коридоре на вешалку и вот теперь когда вы так жарко и мокро я его отдела он чисто я его постирала знаете как постирала и решила что я его выброшу но потом давно в огороде мало ли ну мало ли вдруг вот что-нибудь вот я сначала думаю несколько раз а потом уже выбрасываю а вот и я его отдела правда он уже очень некрасивый но чистый очень некрасивый уже такой но ему то ему то и лет бог знает сколько я еще у любы работала это было очень давно это было очень давно она привозила эти сарафаны и я тогда у нее прихватизировала такой сарафанчик хорошо что не выбросила потому что все остальное у меня в общем-то синтетика но в город сходить нормально ручки не пугайтесь переодеваться я не пойду потому что я вся 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 взмылина это надо только идти мыться но сейчас пока сейчас люда вернется но сидит люда мы с ней разговариваем я говорю ты знаешь так хочу этого как он называется чин-чина уже несколько дней хочу вот такая вот не алкоголичка и пью очень редко только по праздникам сугубо по каким-нибудь торжествам но вот хочу хочу она говорит ты знаешь мне дети коньяк принесли и вот почему я не взяла его с собой я говорю на коньяк сейчас такую погоду когда тут 40 на градуснике я говорю это это уже только если один глоток выпить она говорит я бы тоже этот самый чин-чин выпила я говорю ты что намекаешь что рублю и в школу не пойдем она горит ага я говорю ну значит ты бежишь девочки обмылась и сижу вот таю сижу таю вроде бы когда с улицы заходишь то в доме кажется так прохладненько так хорошо через несколько минут становится очень очень жарко хвост подняла у меня такой уже хвост длинный вырос надо срочно подрезать но тогда я не смогу вот эту вот гульку завязывать не хватит чтобы ее закрутить вот и думай отрезать или не отрезать так но это колбаску надо в холодильник положить я посмеялась шмяк не хочет печенки я ему пошла скупила три пакетика вот этих вот виск со варилет а закусывать векс кого будет ну ты что у нас же есть что я говорю ну да колбаски подрежу и конфетки я купила так и знала что ты придешь кофейку попьем она это я мороженое купила знала что кофейку попьем ну вот так вот посмеялись посмеялись и люда пошла в магазин не знаю принесет не принесет он ведь не всегда бывает этот чин-чин вот прошлый раз когда мы шашлыки делали я его покупала в этот всем 7 чего 7 7 пятница я как там не бывает только надо за мороженым захожу но уже не покупаю как раньше по пять штук в морозилку там все мороженое очень дорогой самая дешевая рубль 69 но я уже достала все нарезала сейчас я вам покажу а я слушайте я снимаю видео свет не включила хорошо ли вам видно вот вот я положила вот на досточку так это мой мои мои туфельки с подставочкой вот такие у меня пирожные с орешками и купила вот два вида конфет это называется по кофейку а это а это как называется очки надо девать а я не помню как эти называется выбирала выбирала в анжелы говорю что нибудь такой вот вкусненькая только не с повидлом тофе 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 крем тофе крем не знаю что там внутри и вот эти вот по кофейку а там это самая у нее там стикетка стоит я говорю это что по котику смеется и по кофейку но вот или дуся идет вот или дуся моя идет так я уже фужеры достала так что не говори что ты пришла с пустыми руками ну а вдруг нету а вдруг нету какое было да да розовым какую но какое есть такое и будет ну и что значит будем такой но раз нам так сегодня хочется лютки им это самое колбасу в эту холодильник пожалуйста и последнюю бутылку уксуса нету лаваша нету лаваша но вот я же говорю что я же говорю что мне не везет на лаваш я так хочу лаваша хотела сварить именно курочку и это самое я у кофе упустила пока резала колбасу упустила кофе и главное замуж и кофе какое тут кофе и с одной из другой кофеварки убежала на на газовую плиту только помыла газовую плиту но это ж вообще какой-то концерт как зачем кофе пить вот людуся какое купила чин-чин какой-то розовый вот как морожка морожка положила в мисочке говорит порастаяла конфетки колбаска в общем у нас все прекрасно давай открывай так убрать чашку дальше куда не дали чем она не мешает не мешает пусть стоит тогда там вот так вот так сарафаном другой женщина стоит смотрит она вкусная не к вину да по типу шампанского говорю она такая уже ну возрасте тоже с палочкой потом сходите мне пожалуйста принеси я бы не знала про него если б не таня потому что в прошлом году это было девятого мая наверно в прошлом году пришел вася я говорю давай шашлыки сделаем у меня там курица есть мы короче снимут шашлыки и это самое также что-то позвонила я говорит и выходная или на работе она говорит я выходная я говорю о скоро будут шашлыки приходи шампанское выпьем вот она прибежала принесла бутерброды с этим значит баночках есть такое рыбная какая-то такая штучка что ой 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 вот и это самое и и бутылку я говорю ты тоже шампанским она горит нет это чин-чин говорит а меня научила невестка моя первая вот так вот я и узнала это что существует такой а тут вот много существует я сейчас тоже я колебалась но я знаю что ты захотела чин-чина я колебалась там было малдини я не знаю она слабее бутылка такая красивая но раньше она была в других бутылках и я его может быть помнишь как был раньше этот самый венгерский вермут но это было очень давно вот это по типу вот такой ну там же сильно на морозе 5 а это 912 да да вот я теперь тоже захотела попробовать силу тут все время когда я смотрю видео и там такие такие некрасиво сказала конечно пьют я забыла как она называется тоже какое-то что какое-то вино как оно называется ну надо было хоть то записать да девочки я переодела другой купальник купальник еще еще не пила еще не пила я еще не пила у нас жара у нас так не знаешь что и ужас говори что сам не знаешь что вот другой сарафан но все равно дело сарафан так что нравится не нравится смотри моя красавица вот она именно меня но очень красивая и какой крас trivia и вот красиво это выткрывнут table красью вот какая красивая розовенькая розовенькая розовень кровьми какой 7 праздник у нас никакого смезли не я возгрузились и отец не период на последний день славянского базара за закрытие даже Я вчера сходила, а потом видео сняла, шла от Советской до Толстого, поснимала. Что ты думаешь? Выложила это видео, мне ставят, что вообще не оплачивается, вообще нету доллара мне, даже жёлтого нету. Почему что-то такое? Ой, боже мой, что это такое было? Как будто меня кто-то под руку оттолкнул. Ну, кошмар какой-то. Там не видно было. Там не было видно. Ой, кошмар какой-то. Как будто это было. Странно. Ужас. Странно. Ужас. Вот я только подняла, и вот так вот меня как будто это самое... Чтоб друг твой вспомнил тебя. Чтоб ему это самое хорошо жилось. Господи. Ну вот, всё равно, что теперь стирать надо. А прохладнее будет. Ты говорила, что очень жарко, вот освежилась. Все это самое. Я это самое стала смотреть, что, почему, какая причина. У меня написано, я когда заходила вот с Советской оттуда, там музыка вдалеке играла. Это тучи. Одной минуты даже там не прошло. Вот за это у меня тут же сняли это самое. Что только им пойдёт деньги. Ёлки-палки! Там два слова было. Ну и что? Я вчера ничего не делала. Сегодня я всё-таки думаю, надо посмотреть. Это можно вырезать. Я посмотрела, тем более это в начале, ну, вырезала то, что здравствуйте, и вот этой музыки. Короче, сегодня удалила, проверили, всё, поставили доллар. Сняла вечером кота. В грядке сидел у меня за страницей такой. Я её пополола кусок перед дождём. Он залез в грядку, начал траву есть. Я говорю, шмяк, я посадила тут три этих самых, пересадила. Одна прижила, а эта он тоже садился, наверное, и проломал. Короче, в итоге тоже поставили мне, не оплачивается. А здесь-то что? Кот мяукнул. А при чём тут кот мяукнул? Ну, котов снимают, ну и что? Ну, я тоже не поняла, понимаешь как. Потом смотрела, задала вопрос. Короче, я так не люблю с этим копаться, искать вот это. Я не разбираюсь нифига. Ой, как было вкусно. Для мороженого я хочу колбаски. Я так её давно хочу. Колбаску. Я очень давно её хочу. Я шкурку не снимала. Верхнюю такую сняла, бумажную. А эту даже разрезать не могла. Думаю, так оборвём. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Клабусы. Как она называется? Палерма. Палерма. Там разное есть. Но вот это у меня, когда я болела, ещё никуда не ходила, Алла принесла. Вернее, она мне не приносила. Она пришла ко мне, говорит, хочешь колбаски кусочек? Я говорю, очень хочу. Я попробовала, и мне настолько понравилось. И всё, с тех пор я только вот эту вот тогда, вот если хочется, вместо конфет вот. Ну, я тоже не покупаю такую. Ну, вот эту вот у Петрухи я не покупала. Я покупаю в Гане. Я тоже раньше, всё время в Гане только. А вот, а тут можешь сходить за веером. Будем так переживать. Всё равно мыться придётся. Ну, это да. Мыться всё равно придётся, это точно. Я и так ложу торса хорошо. Сейчас ещё горячая вода есть. Не по нескольку раз, но у меня... Ну, мне кажется, яблучка лод. У меня она совсем холодная как-то сама, как-то... Ну, стрёмно, да. Ну, стрёмно. Никак не настрою. Сюда поставила, здесь трясётся. Фух. Не знаю, я ещё колбасы хочу. Ешь. Я ещё хочу колбасы. А я вчера купила свою любимую... Я варёные колбасы вообще очень открыю. Но я люблю... Здравствуйте. Я просила не снимать. Я такая взмылидая после грязки. Этого не видно. Этого не видно. Так что... Я купила вчера... Захожу в магазин, думаю, что-то кофе себе купить. Я взяла там парочку таких, типа, птичьего молока, а потом раз так краем глаза в местную отзываю. Я не собиралась покупать колбасу. Брестская, любительская, она бывает раз в пятилетку. Но она варёная и... Что, она очень вкусная? Мелкая, мелкая, мелкая. Там немножко попадается сальса. Но я её очень люблю. Я всегда любила любительскую, ну, нашу. Но она стала не очень. А вот брестская, она вкусная. Мне всегда нравилась вот эта вот большая, толстая такая. Ну, я пробовала, мне не понравилась. Брестская, лучше. Да? Я, видишь, по другим магазинам... Сейчас скажу, что мы рекламу тут писала, раздуваем. Дело в том, что я не хожу по магазинам. Я, если хожу, то вот здесь, на базаре. А тут ведь всё витебское. Так вот... Ну, наша колбаса, вот я люблю эти... Куриную колбасу я в основном её покупаю. Значит, когда у меня была кошка, ну, она ж такая, что ест она только исключительно сухой корм, там и всё прочее. Ну, и тут я покупаю вот эту вот колбасу. Отрезаю кусочек себе. Лезет, лезет, нюхает, кричит, крик. Ей можно? Ну, сын сказал, что маленький кусочек можно. Я, ты будешь есть, что ли, дала? А она у меня чуть ли не сорта вынимала эту колбасу, но съела кусочек такой. Ну, значит, вот так проверяется. У меня тоже копчёную колбасу будет есть, а вареную сырую не будет есть. Он детскую ест, они ему кусочек могут дать, когда покупают Макару. Эту, ой, господи, как это её... Маленькая такая... Бонзай, 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 бонзай. Вот. И эту, так я говорю, что она криком кричала, она не кричала ни на мясо курицы так, а эту колбасу только дать. У меня шмяк какой-то странный. Он, я, если я вот филе ожарю, режу его, допустим, кусочками, ему... Он пару кусочков съест, всё, третий кусочек он уже не хочет. Он очень мало ест. Очень мало ест. Он толстый. Ну, вот, не знаю, печёнкой выкормленной. Может, он ещё где-то питается. Может, он где-то ещё живёт. Кто его знает. Бывает, как уйдёт, и потом не дозвёт. Вот я сейчас его звала. Я звала, думала, я ему дам, потому что утром он съел один кусочек печёнки маленькой, и всё. И не пришёл. И не пришёл, не дозваться. А может быть, где-то в это время он обычно спит где-нибудь в холодке. Тоже бедному жарко. Представляешь, как сейчас в шубе. Представляешь? Если мы голые, таем. Ой, как это самое... Вечером у меня здесь 40 градусов на термометре. У меня сейчас, когда забрали кошку, мне стало легче. Ну, так понятно, я взяла. Всё, я открываю. У меня в комнате открыта форточка, и дверь приоткрыта. Она сквозит, как бы, но всё равно. Окна завешала, прищепками этими. Для волос закалываю шторы, чтоб не это... Ну, всё равно к вечеру нагревается, и не знаешь куда. И одеяло вроде, ты самое, не накрываешь на себя, и всё равно. Нашла старую-престарую ночнушку. Старую-престарую. У тебя покупала ещё. Когда работала у тебя, помнишь, на другом этом самом ряду, когда Элла открывала точку. Голубую рубашку. Она, в принципе, уже такая, ну, старая. После этого я купила три у этой самой, у Леночки. Они красивые. У меня тоже одна такая. Вот. Но она как-то прохладная немножко. Я её достала, думаю, ну, может, легче будет. Всё равно жарко. Всё равно невозможно. Я говорю, насколько я люблю лето, насколько я люблю жарко. Не, у нас просто климат такой, что это самое, тем более сейчас дожди прошли. Вот эта вот сырость, влажность, это ой. И сколько вот мы ездили. Ну, мы ездили обычно в сентябре. Один раз с Аллой я только ездила в июле. В июне мы поехали. Но тоже как-то терпимо было. И далеко там надо было, хоть на первой линии, но порядком надо было пройти. И всё равно там нырнёшь, вынырнёшь, нырнёшь, вынырнёшь. Дети не обгорели, ничего. В майках, говорит, это Сэма тоже. Я смотрю, что малого снимали, всё время он в майке, в майке, в майке. Ну, загорел, говорит, чёрный, как этот Сэма. Я ж его не не слышу. Только Сэм приходил за окошкой. Слава Богу, забрали. Своё надоедает, не знаешь, как ему угодить, как его накормить. А когда ещё чужая, да ещё такая, что сама не знает, чего ей надо. Ей надо лезть, ей надо по всем этим самым, она всё время вот так. Они же её выгуливают каждый день на улице. О, на поводке. А здесь же там она и по деревьям полазит, и всё. А здесь-то нет, и надо лазить. Ты представляешь, если вот такая оторвётся и пропадёт. Да, ты что? Я говорю, я сказала сразу, я выгуливаться её не буду, и даже не мечтайте, и не это самое, не говорите. Вот Аришка тоже вот, когда они эту самую собаку купили. Давай, наливай. Собаку эту купили, как она называется, как в фильме этот, который сидел и хозяина ждал. Я понял, я понял. И она всё время смотрела, чтобы она не выскочила, хатика этого, не выскочила на улицу никуда, говорит. Её ж никто не вернёт потом. Поэтому всё. Ну, сейчас, говорит, уже выпускает во двор, она носится во дворе. Ну, такая добрая собака, ласковая. Ну, и это сравнительно с их породой, бенгалы, они такие вообще своеобразные. Это тоже довольно-таки такая... Единственное, когда я к ним прихожу, говорю, поставьте, пожалуйста, мою обувь куда-нибудь повыше, чтобы она не поиграла с ней. Ариша говорит, она обувь не грызёт. Я говорю, откуда ты знаешь? Мои говорили тоже, она ничего не царапает. Ну, и когти-то подрезаны. Ну, конечно, я сражалась всё 10 дней или 12 этих, я её в спальню запустить не могла. Сначала открывала. Как только залетаю в спальню, на диван, там маленький диванчик, и там, где я сплю. Она на маленький диванчик, на этот, а там такой большой подлокотник, и она на этот подлокотник, и давай его драть. Шмяка тоже, когда вот приходит ко мне в комнату, я сижу за этим самым, за компьютером, он придёт. Если он соскочил с меня, я уже говорю, Шмяка, слазь. И он обязательно, вот этот диванчик маленький, он обязательно от него пойдёт ногти. Ну, вот я сегодня в Валбересе заказала эту отрезалку, потому что ножницами как-то у меня не получается, он выдирается. Но вот Ариша придёт, тогда вместе один будет резать, другой будет держать его, потому что он не даётся. Но у него уже выросли огромные ногти, огромные. Такие не нужно для дома. Ну, тем не менее, она меня, это самое, она меня поцарапала. А если бы у неё были не обрезанные ногти, она бы меня пробовала, не прогревала. Он, когда она меня пробивает, он так их впивает во мне, в меня, что ужас. Ну, ладно, давайте за лето, за хорошую погоду, за хорошее настроение. Вообще-то хочется на море. Хочется на море. Я тоже, как они присылали мне эти сыновые. Хочется на море. Море, я так хочу море. Я хочу в Турцию. Я хочу... Что там в Турции творится, ты представляешь? Говорят, дорожает, дорожает. Турция, всё, продукты у них там дорожают, всё дорожает. И тут я смотрела, вот у тебя ж нету Инстаграма. Я закачиваю. Жаль. Жаль, потому что там бывает очень интересно, что посмотреть. И вот кто-то снимал там это самое, именно что творится на вокзале. Там вздохнуть негде. Нету сейчас Крыма, нету все это самое, все куда-то, не знаю. Но знаешь, я бы сейчас в это время, вот когда у нас вот такое пекло, и там пекло, и там пекло. Вот я смотрю, кто с Турции снимает видео, там же ещё жарче. И тоже изнывают от жары, и вот сейчас бы я ни в коем случае не поехала. Вот сентябрь, да, когда вот это спадёт, когда это легче. Я не хочу вот эту толпу загруженности, не люблю. Вот дети довольны... Сентябрье будет лучше. Довольны Грузией, то, что это самое, то, что я говорю, присылали. И всё хорошо, и обслуживание, и покушать вкусно. И уже, говорит, и вкусного вина мы уже напились выше крыши. Ну это да, это да. И фрукты дешёвые сравнительно с нашими, и всё это самое, и всё-всё. И пляжи. Вот этого нету, что надо бежать, занимать там место какое-то, там что-то. Я говорю, я не поняла. Ну на земле или на этих самых, на лежаках? Не, по-моему, на земле. На земле, да. Ну так и мы в Крыму всё время на земле. Ты понимаешь, я вот тоже смотрела, ты присылала это, я смотрела. Дело в том, что в их возрасте я тоже с удовольствием ездила в Сочи, я с удовольствием ездила в Сухуми, в Алушту, где надо было просто идти на пляж, где не надо было ничего. Если хочешь лежак, значит, ты его купишь. Если я хотела только центр, я хотела где-то погулять, это самое, то сейчас, сейчас я хочу прийти на пляж, чтобы у меня там лежачок был, чтобы у меня там было всё хорошо. Это всё от возраста. Меня всегда тянуло только в центр, вот в такой вот большой город. Я меня не тянет. Ну сравни, тебе 60, мне 70, Люда. Тянет и не это самое, не говорите мне. Я бы сюда, если бы поехала в тот Крым, полезла бы в те горы, это моё. А вот это вот на загруженность... Вот и надо было вот это, то, что ты сейчас работаешь, и собирать, и собирать, и собирать. Да, конечно. Плюнуть на всё, что ты хочешь, на все, что ты хочешь. Отказать себе во всём, да, ну нет уж. Я не могу так. Ну, а я вот могу. Поэтому я хочу жить сегодня, сейчас. Я тоже хочу жить сегодня и сейчас, но я хочу на море. Для меня 10 дней на море, для меня это... Это очень хорошо, конечно. Это всё до... На это самое... На весь год для меня зарядка, для меня удовольствие, воспоминания, всё. Я всю жизнь, с 17 лет, я каждый год, я должна была ехать. Сначала, конечно, мы ездили в Крым. К Юркиной сестре ездили в Симферополе, просто жили. Тоже было хорошо, машину нам давали. Мы ездили на море, потом хотелось ещё что-то. Потом я увидела шлёпанцы, я их хочу, а их только в этом самом... В Сочи продают, значит, мне надо в Сочи. В Сочи я увидела босоножки, я хочу. Это только в Сухуми продавали, мне надо в Сухуми. Потом мне надо в Севастополь. Я, конечно, хотела всегда в центр города. Пока у меня были силы на то, чтобы бегать, на то, чтобы лазить. Они тоже не поехали в горы лазить. Им же можно было ехать там в другое место. Но они в прошлом году были в центре, в Батуми. И в этом году они сказали, что поедут тоже в центре. Пока молодые. Пока молодые, пусть ездят, пусть смотрят, пусть видео записывают. Лена любит фотографировать. Вот снимала бы это видео. Тем более она мальчика выкладывает на видео. Она запросто могла быть блогером. У Лены другие эти самые. Другая работа, поэтому не разрываться. У нее свои работы на работе много. Потом она еще так там подобралась. Но сейчас можно уже не длинные видео. Можно шорты вот эти вот выкладывать. Это на одну минуту. На одну минуту. Поэтому она могла бы вот это вот делать. Смотришь, какой это был бы заработок. Это же можно вести постоянно. А Лене что-то самое. А ты знаешь, что бывает вот человек, который особенно не старается забработать денег, у него получается-то гораздо лучше. Я пять лет уже. А что? Пять тысяч собрала чуть-ничуть. Вот когда не нравится сарафан, тогда обсирают. Вот когда не нравится, как я сказала, что не воду, а воду. Или наоборот. Вот тогда писанина. Я уже семь человек запузырила в этот... В баню отправила. В баню отправила, да. Вот. А так, тогда вот такую вот пишут. Одна прямо, но не может. Изнывает, как каждый раз. Ей надо написать. Я не так сказала. А ты знаешь, если я первое время пыталась это вот как-то... Ага, ну неправильно. Почему я неправильно говорю? А меня никто никогда не поправлял. Воду, воду. Я сижу на берегу, не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу. Все равно не могу. Вот мне запомнилась вот эта вот пословица. Но дело в том, что потом я вижу, что она постоянно меня поправляет. Как будто я ученица сижу на этом самом... На этом... На уроке. И потом... А потом, ты знаешь, вот я к этому привыкла. У меня в одно ухо влетает, другое вылетает. И я даже не читаю ее уже. Я вижу, что она там написала это. Я даже ее не читаю. Ну, она писала я. Я что, если для того, чтобы мне снять видео, это значит, мне надо включить какой-то этот самый... Включить что-то в голове, чтобы мне это самое постоянно... О, это самое, да. Это мое, я уже говорила, девочки. Что это самое, это у меня с рождения. У меня тоже. Меня мама поправляла все. Но я все равно, когда разговариваю... Слова паразиты называются. Да, да. Оно у меня все равно... Все равно оно у меня проскакивает. Я не могу от него избавиться. Либо, если я с вами буду разговаривать, это мне надо будет себя так, это самое, контролировать с каждым словом. А на хрена мне это надо? Давайте будем естественными. Да. На хрена мне это надо? Не будем забылачивать. Какая есть, такая и есть. Как говорю, так и говорю. И буду так говорить. Поэтому хотите, поправляйте. Ну, больше комментариев будет. А так, вот эти вот... Почему меня никогда... Вот я только думаю, понимаешь, Люда? Почему меня никогда не ты, не Таня. Таня институт кончала. Ты институт кончала. Вы знаете, как делать эти правильные ударения. Почему... Я за тебя слежу. Почему я это самое... Десять лет отучилась, и я делаю эти неправильные ударения. Почему тогда? Почему меня в школе никто не поправлял? Почему я так разговариваю? Вот когда я ездила в Симферополь, то Юркина сестра, она говорила, у вас такой жесткий акцент белорусов, эхэ, говорит, в разговоре. Но никогда никто не поправлял меня, что я неправильно делаю ударение. А теперь вот одна как привязалась, ну, прямо как банный риск в заднице. Вот. И в каждом видео она меня поправляет. Но дело в том, что я уже сначала я переживала, сначала я старалась как-то это... А потом думаю, ну что я... Вот я разговариваю, я говорю, что-то объясняю, что-то рассказываю. И я постоянно вот подключена к тому, что как-то мне сказать ударение. На хрена мне это надо? На хрена мне это надо? Вот. Поэтому как есть, так оно и есть, девочки. Ничего менять не буду. Уже буду доживать с неправильным ударением. Со своими тараканами. Со своими тараканами с неправильным ударением. Не надо. Ну, не надо. Ну, не надо. Надо только на себя. Ну, ладно, буду я на себя. Я оттуда из-за этого самого. Ой, какое вкусное. Легко так пьется, елки-палки. Оно локисненькое. Оно локисненькое. Разве так можно? Оно локисненькое. Оно локисненькое. Разве так можно пить? Одна дама. Она её тут по две бутылки в себя запузыривает. Сейчас ещё половиночки в бокальчик и всё. А что, потом в лодине? До следующего раза? Не. В галле будет, когда захочет, нальёт себе этот самый бокальчик. Не. Только с тобой. Тогда я пить не буду. Только с тобой. Ну, я тут на той неделе, не знаю, мужика или на дачу поеду на пару дней. Ну, у неё там день рождения. А-а-а. Ну, и она давно уже просит. Какая-то кошка тут нас тормознула. А где у неё дача? В рыбаках. Прямо вот. Вот дача, а вот как вон-то забор вот тот. Вот там двина. А-а-а. Это хорошо. Спускайся, купайся. Это хорошо. Угу. Когда водичка есть. Рядом водичка. Конечно, в этом году не купалась даже. Мои дети куда-то ходят. Вот. Куда-то ходят у тебя там туда куда-то. Через это самое вниз куда-то ходят. Ну, я понимаю. Ну, так а что они там купаются? Там купаться что-то. Рыбу ловят. Ну, в избу. На визбу. Рыбу ловят они. Ну, у них теперь же есть водоём. Мы же... Не водоём, а этот бассейн есть большой. Хоть Максюша пригласил мальчика. Они дырку проделали. Мальчик говорит, принеси скамейку, мы будем с неё прыгать. Один. Простите, дурной. И другой тоже принёс скамейку. Тут же продрали. 400 рублей продрали это самое. Ну, вот сейчас, не знаю, вот Ариша покупала какой-то там брезент. Потому что этот Костин друг сказал, мы, говорит, так вот заклеивали. И это самое. Такую-то жару... Это самое, да. Сама заметила. В такую жару только и бултыхаться там. Ну, Мишка заболел температуру. Пришли ко мне, заболел Мишка, температура. Прилёгся вот так вот на диванчике. Я говорю, Мишенька, пойдём в комнату хоть это самое. Чего у ребёнка... Наверное, скорее всего, перегрелся просто. Ну, может, инфекцию какую схватил. Ну, вот. Она его довезла домой, дала ему это самое вот такое жаропонижающее. Ну, вот и это самое. Говорит, на завтра вроде как бы ничего уже было. Точно, может, перегрелся. А может, перегрелся, а может, жаропонижающее сбило эту температуру. Не знаю, что-то такое происходит. Ты уже мороженое съела? А моё всё, а моё всё лежит и лежит и тает, и тает. Я люблю, когда оно такое немножечко... Ну что, посмотри, оно у меня не вываливается. Давай ещё выпьем пограмулечки. Пограмулечки, алкоголечки. Пьют пограмулечки. Ну, не так часто пьём. Не так часто. Но я так давно его хотела. С самого... С какого числа? Когда мы последний раз пили. Ну, не надо себе отказываться. С этим самым. Ну, понимаешь, так думаю. Ну, что я себе буду покупать эту бутылку, этого самого? Ну, а потом оно будет вот так вот стоять в холодильнике. Ну, зачем? Не будем больше? Ну, какие мы с тобой? Ну, какие мы с тобой алкаши? Вот, смотрите, девочки. Вот сколько мы выпили. Вот. Вот. Давай эту самую. Эту самую. И ещё эту прикрутишь. И ещё крышечку прикрутишь. По такой жаре, конечно, это самое. Но у нас на кухне холодно. У нас холодно на кухне. Мы здесь уже не таем. Вот остыли. Остыли и не таем. Хорошо. Ну, за что? За любовь? Как ты говоришь? За любовь. Третий тот. За любовь. Ну, мы будем пить во всех её проявлениях. За любовь во всех. Во всех её проявлениях. За любовь к детям. К родине. К родине. К родине. Ну, и вообще. И вообще. И вообще, да. Во всех её проявлениях. За этих самых. Ты ещё молодая. За твоих подписчиков. За любовь подписчиков к тебе. Девочки, вы слышите? За вашу любовь тоже. Так что за вас и за нас. Да, моя дорогая. И за тебя. Что у меня есть такая любимая подруга. Вкусно. А ты где покупала? В копеечку ходила? Да. Почему копеечка от тебя далеко? Она же, наоборот, ближе всех. К тебе копеечку. Там такое самое солнечное место. К ней топать. А здесь ещё до остановки дойдёшь. На остановке солнышка нет. Под солнышко спрячешься. Поэтому как-то вот сюда я больше люблю в эту сторону ходить. Хорошо, я пошла. А так бы я сейчас пришла домой. И пошла бы за уксусом. Вот видишь, два дела сделала. Да, так шла, вспомнила, что это самое. Два дела сделала. И ты получила вкусное. И я получила удовольствие, о котором думала. Ну, алкаши думают так. Ну, я... Ну, может, не алкаши? Да. Какие алкаши? Когда последний раз? Это мне напоминает эту самую песню. Подруги. Какую? Подруги. Ага, подруги. Апина, по-моему, пела, да? Апина, Аллегрова и Лолита. Очень люблю эту песню. Но включать я её не буду, потому что иначе мне это самое. Сразу же всё подключают и потом попробуй это разобраться с ними. Ну, всё. И тишина. И тишина. Хватит, мы уже надоели своими этими самыми разговорами. И разговорами, вот так, ни о чём. Ну, разговоры ни о чём. Но люди смотрят, людям интересно. Это вот как мы просто, просто вот так вот сидим и общаемся. А так, знаешь, бывает, вот снимаешь, стараешься, снимаешь видео. То, другое. И раз посмотрел, и не смотрели. И не интересно. А вот сниму видео, вот с тобой, там даже, да, разговоры, вот такие вот, просто вот такие домашние разговоры. Вот ты там в огороде походила, вот огурцы показала, вот то и другое. Огурцы растут прекрасно. Опять собрала, наверное, не завидуется только. А то закатаю, опять взорвутся. Одна банка взорвалась. Взорвалась банка огурцов? Ну, она не то, что взорвалась. Она потемнела, я её открыла. Ну, наверное, позавидовали. Не, ну это... Девчонки, не завидуйте. Как бы это шутка. Ну, что такое? Ну, хорошо. Собрала, наверное, сейчас, наверное, килограмма два. Когда мы с Васей сажали огурцы, у меня никогда не взорвалось. Ну, закатывал он. Я вот это вот всё делала, заливала, заливала, но я не это самое. Я поленилась. Я всё-таки, это самое, всё-таки у меня есть рецепт, который у меня всегда... На скорую руку ты, наверное, сделала. А я сделала, да. Не сделала третий раз, а сделала два раза. Заливки. Я всегда делала так, как ты учила. Вот эта вот ложка, две ложки, вот это вот всё я делала, как ты учила. Но я тоже... Я тоже... А я вообще, по-моему, один раз заливала. Я заливала кипятком, выливала. Потом я это вскипячивала, заливала и закатывала. Всё, туда сыпала уже все эти санки. Вот сделала так я. А вообще, по идее, три раза. Третий раз... У меня всегда всё стояло. Мы только так делали. У меня первая банка то же самое. Я сделала два раза, залила, стояла. А вторая чего-то... Ну, может, попало что-то. Ну, откуда я знаю. Ну, жалко, обидно. Ну, они ещё не совсем скистили. Можно съесть. Не-не-не-не, я их взяла, перемыла на эти самые на рассольники, туда-сюда. Пойдут. Ну, я же не прошу, потому что обидно. Обидно, если так пропадает. Ой. Так, надо заесть колбаской. Было хорошо. Как вкусно. Как вкусно было. Заедай колбаску. И колбаска тоже, кстати, очень вкусная. Девушка, говорю, она для меня как конфетка. Да, колбаска. Такое удовольствие получаю от нее. Сначала не беру. Беру половинку, потому что вот сразу насытишься, а потом лежит, сохнет. Поэтому только половинку всегда. Лучше свеженькую пойти купить, если очень хочется. И конфеты какие-то незнакомые купила. А кофе у нас, наверное, там уже окалило. Что, кофе не будет? Да, честно говоря. Наделся, напился. И бы спать завалился. У меня два ванна в разных комнатах. А, я пойду домой. И прохладненько. Нет, у вас не прохладненько, у меня прохладнее. Мы уже у тебя прохладнее. Да, в квартире. Потому что сквозняк. Все балконы открыты. У меня, в принципе, открыта тоже форточка. Но там жарко. Сейчас в моей комнате там очень жарко сейчас. Но сегодня ночью было все равно душно. Все было открыто. Но все равно было душно. А я как-то заснула очень хорошо. И до семи часов просыпаюсь и думаю, сколько же это время? Семь уже, думаю. Ну, ничего себе. Спала. Так, надо мороженое есть. Я как-то странно ем и колбасу, и мороженое. Колбасу с мороженым. А у меня мороженое вообще растаяло. Вообще растаяло у меня мороженое. Вот она совсем растаявшая. Но ничего. Ничего. Будем есть растаявшее. Кофе тебе наливать? Нет. А вообще наливай. Ты не съешь мороженое? Съешь, ешь, ешь. Нет, ну я смогу тебе налить. Какие проблемы? Ну что, мам, крошечки, чтобы глазки... Глазки, глазки. Чтобы глазки открылись? Да. А что, они уже закрываются? Но оно будет уже не горячее. Не важно. И наполовину уплывший. Отставляй дальше. И наполовину уплывший. Будет холодный, холодный, холодный кофе будет. Хороший наш. Сегодня кофе будет холодный. Хорошо, с мороженым. Я вот так вот... Бегетерожка. Бегетерожка. Где-то часов шесть. Бегетерожка, конфетку. У меня вот такой вот бзик настал, что я хочу кофе с чем-нибудь этим самым. Таким вот вкусненьким. Ну и вот тогда я себе что-то... Или мороженое. Морошка в этом самом... В семье покупала. Или где-то и в кирилличке. Ммм. И ты уже по второму кругу в копеечку ходила? Да. Ай, ё-моё. И я туда пошла. Ммм. Через рот летит. Морошка совсем жидкая. Совсем жидкая, Морошка. Я тут как-то халкауфка. В каком-то видео. Через дорогу перешла? Лизала вообще. Я пошла. Думала, там куплю. Мне надо были бедрышки. Думаю, ну там же петруха есть эти самые. Пришла? Нет. Нету? Ну что-то же я там покупала ещё. Ммм. Ммм. Всё, расставила. Всё, расставила. А про уксус я первый раз забыла. Туда я шла за уксус. Я тоже купила, но в этом году ничего не закатываю. Решила, не надо мне огурцы закатанные. Не надо мне ничего. Три рубля в этом самом копеечке. Такие вкусные огурцы закатка. На салат мне хватит. День рождения я решила отмечать не буду. Правильно сделаешь? Это я так говорю. Это я знаю. Это каждый год одной и той же. Одна и та же копеечка. А потом я смотрю эти самые. То, что приготовляет и думаю. Вот это вот, наверное, мне надо сделать. И, наверное, мне надо сейчас это купить, чтобы потом это намешать. Ну, что делать, если я такая? Ну, я как-то думаю, ну, как-то вот подруга придет, и мне ее ничем не угостить. Ну, как это? Ну, вот как это? Ну, она же придет меня поздравить. Как я могу ничего не это сам не приготовить? Взяли, сделали бутерброды с красной рыбкой или с икрой. Кстати, красную рыбку ты съела то, что я заселила? Ой, Люда, какая она была вкусная. Это я впервые ее такую не съела. Такая вкуснятина. Я же тебе про это говорю, что красную рыбу, как это можно? Это извращение ее там готовить, тушить и так далее. Нет, ты что? Да, я ее жарила. Нет, ты что? Ну, я же говорю, я, ну, деревня и деревня. Это извращение. Я бутерброды с красной рыбой или с икрой. Это мое. Вот все. На Новый год вот у меня есть традиция. На Новый год. Если у меня на столе есть бутерброды или с икрой, или с красной рыбой. Икру не люблю. И эти самые. И берлинский салат по моему рецепту. Все. Можно это самое. Новый год удался. Все. Это вот традиция. Оливье нет. Ну, оливье, ну, делаю иногда все. Ну, дело в том, что дети приходят, понимаешь? Маленькие дети приходят. Как оливье сделать? Ну, оливье, да. Но для детей там все. Вот для меня, я чисто вот так для себя, я говорю, мне надо два вида. Это вот берлинский салат по моему рецепту и эти самые бутерброды с красной рыбой. Берлинский салат. У меня есть приятельница Ира. Она все время берлинский салат. На все праздники всегда, наверное, делала. Все, думаю... Не с колбасой. Я не помню, как она делала. Знаю вот название берлинский салат. И всегда, когда ходили к ней гости, она очень любила, любит. Сейчас она уже не то любила, скажем так. Она жива, не скажем, что здорова, но она всегда любила гостей приглашать. Гои неизвестные. И те неизвестные, и те неизвестные. Сегодня на целую неделю наемся сладости сегодня. Ешь на здоровье. И попрости, перебила. Я говорю, вот я работала в кинотеатре. Это было очень давно. Это было лет под 30, наверное. И тогда вот Ирина у нас работала. Она работала на автоматах наигральных. Тем самым кассиром. А потом она стала директором кинотеатра «Октябрь». И она очень хлебосольная. Мы ходили к ней в гости. А потом произошло такое вот несчастье, что ей надо было сделать операцию на бедре. Как это у нас сейчас делают. Заменить сустав. Он не прижился. Короче, все плачевно получилось. Все получилось плачевно. Все это не получилось, как хотелось бы. И я каждый раз собираюсь к ней сходить в гости. И каждый раз они поменяли квартиру. У нее дочка вышла замуж за границу. Потом вернулась с двумя детьми. Взрослыми уже детьми. И купила маме квартиру. Такую однокомнатную, где пониже этаж, чтобы удобнее было спускаться. И вот я все время думаю, надо корише сходить. И каждый раз вот так что-нибудь у нас получается. Ах, вот это, ах, вот это. То жарко, то еще что-нибудь. Надо вот как-то будет выбраться к ней сходить. А мы так дружили. Она такой человек хлебосольный. Она обычно наготавливала столько. И столько. Человек звала всегда. У нее столько много друзей. Вот не знаю, как это сейчас. Сейчас она, конечно, не может этим заниматься ничем. Ну вот. Ну вот. Бывает в жизни огорчение. Бывает в жизни, когда мы молодые. Все это хорошо, все это красиво. Когда наши ножки бегают, когда наши ручки работают. То все, поэтому пока, Людюс, у тебя еще не 70. Самое главное здоровье, я все время говорю. Самое главное здоровье. Поэтому бегай, старайся, думай о том, что ты хочешь на море. Старайся это как-то воплотить в жизнь. Я буду стараться. Но в Турцию я не поеду. Я поеду в Грузию. Я поеду в Грузию. Ну вот куда, куда твоя душа желает. Вот. Поэтому, когда вот это вот все кольнет, все это заболит, все это, будешь думать, как это. Как это вот эти сумки тащить, как это у тебя перенесет твое здоровье. Как это вдруг у тебя, я говорю, как у меня этот инсульт был. И я думала, ай, я боюсь, я теперь боюсь выйти из дома. Потом вышла, и Таня мне говорит, а чего ты вышла одна? Я же тебе говорила, когда первый раз ты захочешь выйти, ты мне скажи, я пойду с тобой вместе, потому что это страшно очень. Ты такая, как и я. Вот. Я все сам, все сам, все сам, все сам. И я, спасибо Тане огромное, конечно, она мне очень помогала. Когда я боялась выйти, первые дни боялась очень выйти, а мне надо были продукты. Бася уехал. Муж тоже надо было как-то что-то, свои дела какие-то решать. Вот. И Алла приходила, и Таня постоянно звонила, что тебе хлеба купить, тебе молока купить, тебе того, твое сего. Когда я уже ползала по дому и боялась, я говорю, как-то это самое, все боялась. Я говорю, и на следующий год все мне говорили, куда ты поедешь, куда ты, но я не поехала. А потом через год думаю, ну что, спросила у медсестры, говорю, она говорит, у нас ездит это. Ну, мы же уже акклиматизировались у вас, все, ну вот в этом году уже все как-то вот. Три года собирала денежку, собирала, собирала. Но до Турции не дособирала. Но хотела, конечно, я больше в Турцию. Конечно, больше в Турцию я хотела. Дети от Египта отказались. Но поехала туда, куда ближе, но там удобно было, было удобно, потому что и номер был хороший, и море было рядом, все. Компаньон был говно, так прямо, прямо выражает, компаньон был говно, может не сказала бы, если бы не выпила. Но я старалась отдыхать так, что это я, я одна как будто бы. Но, в принципе, мне понравилось, я отдыхала нормально. Но в Турцию я хочу, я хочу в Турцию. Соберу ли я денег, не соберу, не знаю как, но я хочу в Турцию. Турция мне больше всего нравится. Ну, естественно, ну, я же говорю, детям тоже Турция нравится больше, а Египта, они сказали нет. Ну, вот они поехали в Грузию, я не знаю, я вот посмотрела, они поехали у тебя в такой, как-то сказать, как это назвать, город очень такой, ну, город, короче, город. Это значит, там все это далеко, естественно, далеко в море. Ну, да, я спрашивала, это все, я спрашивала у сына, ну, как для тебя, да, а для них нормально. Вот, я говорю, что это в молодости все живут. Он сказал, что минут 15 ходу до этого самого. Да, когда я была в Сочи, мне было, я не знаю, сколько мне было, но Аришке было 4, Аришке было тогда, Ленке было тогда 7, и мы ездили на автобусе. Это было далеко ехать, далеко было идти, и это было все в порядке вещей. Это было все в порядке вещей. Мы тоже с ним подоездили. Потому что я была молодая. Сейчас в мои годы хочется... Чтобы было все рядом. Да. Вышел, окунулся, пришел, в магазин сходил, чтобы все было это рядом. Уже не хочется тех водопадов, не хочется тех, этих самых переходов. Хотя Алла меня заставила, можно сказать, пойти на экскурсию в Анталию на целый день. Я не знаю, как я ее выдержала. Я от нее отказалась. Я очень люблю экскурсии. Мы в Сочи ездили. В Сухуми ездили на экскурсии. Я очень люблю. Я не знаю, когда ездили. Вот. Я люблю. Жалко, что тогда в то время не было вот этих вот... Видео не было, что я не снимала. Но фотографии... Фотографии и фотографии. Тем более они были черно-белые. Вот. Фотки они есть, но это совершенно-совершенно не то. Это очень жаль. Вот этот Валушки там, когда были, там Ливадийский дворец, там еще что-то, еще что-то. Вот Ливадии я не была в дворце. А там в этом самом, как его, Ханский дворец мы ездили, а мы были... Там я не была. Я даже не знаю, где это такое. Это... Боже мой. На водопады мы ездили. У черта знает, куда подниматься. Потом спускались вниз. Вот, и эта самая холодная, эта река ледяная. Это все было очень интересно, но это все не снималось. Тогда это было не модно. Тогда это не снимали ничего. Как я... Очень жаль. Такую красоту. Как я не сфотографировала. Вот когда мы поднялись в горы, когда вот были в Ханском дворце, потом у нас был подъем в горы, там вот эти вот были... Как это их... Дальмены. Дальмены вот эти, мы с вами в горах. Я даже не знаю, что это было. Там вот прямо в горе эти, как выдолбленные были отшельники там жили. А где это было такое? Это в Крыму, это какая же экскурсия это была. Вот Ханский дворец, а потом мы еще поднимались. Как назывался город? Ну там не город, там такое. Там очень много фильмов снималось. И вот... Даже не знаю, о чем ты рассказываешь. И вообще, и вообще, вот у меня сейчас там есть фотки этого. Даже вот я снимала вот эти вот... Пришли мне их посмотреть. Как их... Монашеские эти кельи, которые были выдолблены в скале, и они жили в скале. Интересно. Как это интересно. Я вообще была очень в восторге от этого. Там вообще все красиво, все интересное. Тяжелая экскурсия тоже была. Девочка, которая жила со мной, говорит, Ой, моя мама ни за что бы не пошла бы в такую экскурсию. В Крыму очень тяжелая экскурсия, потому что это все надо подниматься, подниматься, подниматься. Это очень тяжело. Но когда молодой, это все нормально. Там дорога вымощенная. Ей несколько там веков. Она вымощена камнем. Вот поднимаешься. Колодцы вот эти древние. Боже мой. У меня же даже диск есть. Я покупала. Вот там это немножечко есть на диске. У меня тоже, знаешь, у меня где-то диск тоже есть. Вот, посмотреть. Найти его. Я настолько, я не насытилась вот этим. Мне хотелось туда. И там, кстати, и вот, кстати, я не знаю, я не могу вам сказать, но что-то есть в этом мире, наверное. Я поехала вот эту экскурсию. Это был 2010 год. Я тогда же не помню, по каким годам я это была. Потом. Но было каждый год. Потом, значит, у нас была экскурсия. Там был какой-то усыпальница. Не соблазняй. Я так хочу туда. Усыпальница какой-то там царицы. Я уже сейчас не могу вспомнить. И рядом с этой усыпальницей древняя оливка. На тот момент ей было 380, по-моему, лет, что ли. У меня есть фотография. Возле этой усыпальницы, значит, нам сказали, нужно обнимать эту оливку и загадывать желание. У меня тогда стоял насущный вопрос. Это я вот раскрываю свой маленький секретик. У меня стоял насущный вопрос с жильём. У меня очень долго не продавалась родительская квартира. Там были проблемы. Это очень долго всё было. Нужно было срочно это всё делать и строить. Я обняла эту оливку. И вот там есть фотка, когда я её обнимаю. И говорили, что нужно загадать желание. Я загадала желание. Так, пожалуйста, мне, пожалуйста, в Вайбер фотографию. Я загадала желание про жильё, про квартиру и всё. Это был июль или август. Я сейчас точно... Нет, сентябрь. Точно скажу. Сентябрь. Это был банковый сезон. Это был сентябрь 2010 года. И вот я приезжаю. И в феврале 2011 года ко мне приходит на работу моя одноклассница и говорит, «Вы ещё продаёте свою эту квартиру?» Я говорю, «Да». А я хочу её купить. Без всякого всего, без агентств. В агентствах стояла квартира. И вот я таким образом мы продали ту, мы добавили и мы купили, то есть начали строить новую квартиру. Значит, что-то там есть. Вот значит, что-то там есть. Значит, что-то тебе помогло. Так, наливай. Открывай. Наливай. Вот так вот я поделилась. По глоточку. Мы за это должны быть обязательно. Всё равно. Есть какие-то высшие силы. Есть вот намоленное вот это, наверное, всё-таки вот это что-то есть. Намоленное это какое-то место. Вот так. Вот такая была история. Ты в это веришь вообще? Ну вот. Вообще ты в это веришь вообще? Вот скажите, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста. Может быть, я в это не верила. Но вот со временем, вот когда проходят вот такие вот вещи, появляются, я в это начинаю верить. Я тоже иногда думаю. Ну неужели это правда? Ну неужели это существует? Конечно, существует. Нет, я в это, собственно говоря, верю. Я верю в то, что все наши желания, они исполняются. Но, есть маленькое но, ты должен в это желание вложить. Нет, вложить столько веры, столько своей энергии. Вот в том-то и дело. Вот в том-то и дело. Но мы не знаем, сколько её нужно вложить, чтобы оно исполнилось. Да, и чтобы говорить, я в это верю, а самой внутри в это где-то крутится такое. А может это неправда, а может это самая… А вот тогда и не исполняется. А вот тогда и не исполнится. Вот такая вот я. А вот не исполняется тогда. Я вот вроде бы, ну вот я хочу в это верить, а потом это вот как-то это самое, что-то там крутится. А может это ерунда. Я до такой степени люблю свою квартиру. Вы себе представить не можете. Потому что я её, я её вымечтала. Вот я знаю, что я вложила столько энергии, столько вот всего. Потому что вот был период, когда вот, ну, я хотела своё жильё, всё понятно. Я шла на работу, и передо мной вот была девятиэтажка. 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 И я вот смотрела на неё и думала, что вот я смотрю на эту девятиэтажку и думаю, что вот я тоже хочу. Я тоже хочу её вот так. Нет, ни первый, ни второй. Вот я хочу вот хотя бы шестой вот такой вот этаж. И вот я смотрела, и вот так вот было. Я носила в себе вот это вот всё, но в результате... Моя Ариша тоже вот это вот мечтала, мечтала. Потом вот эта ей квартира далась. Она бегала-бегала, ничего не получилось. Значит, это не её. А я не хотела. А я почему-то вроде бы как бы вот... И, ну, вроде бы как... Честно говоря, мне это не нравилось. Но всё равно я хотела, вот почему-то я хотела, чтобы она где-то поближе со мной была. Чтобы у неё был дом, который она мечтает, который она хочет. И мне хотелось, чтобы она была там, где она хочет. Вот. И не получилось. Вот ни с того, ни с сего вдруг она уже решила, что она берёт его. Всё, все документы, всё. И он сказал, нет, не получилось. Костя, у Кости не получается, что он год, последний год именно работал. А то, что до туго работал, это не считается. Ну, такой дурдом. Сделано в том, что это не её просто. Она хочет свой дом. Она хочет, чтобы детки выходили на улицу, чтобы она спокойно не волновалась за ними, что там машины бегают. И всё, она не получилась. Значит, была внутренняя преграда, которая ей мешала. И всё равно, значит, оно не будет. Раз она вот внутри, в душе не хочет, значит, это не будет. Вроде она этого добивалась, она бегала за этими бумагами, но она не хотела. Она не хотела этого. Да, всё правильно, поэтому я говорю, вот всё это, всё это... А я хотела так, как, чтобы она хотела это, вот. Поэтому я так, ну, соглашусь, ну, ты хочешь, значит, пусть будет так. Значит, будет что-то, ты сама, что-то будет... Ну, время есть, поэтому, значит, надо, значит, будет, наверное, то, что будет. Ладно, Люд, давай по 50 грамм мы с тобой... Всё, хватит. Не будем? Не будем. Кофе попили. Значит, мы на этом заканчиваем наше видео. Целый час вы с нами побывали. Наш бред послушали. Вы нас слушали, мы пили. У нас ещё девочки осталось. Вот и вот, 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 вот. Так что мы следующий раз, когда у нас появится желание... Люда хорошо запихнула вот эту вот крышку. И следующий раз, когда у нас появится... Когда опять пьют, появится желание поболтать с вами и сами собой. Но не считайте нас уже особенно большими алкоголиками, потому что это у нас бывает редко. Вы знаете, последний раз мы пили, когда делали шаппат. Шашлыки. И с тех пор я не видела вас. Нет, я видела его, он приезжал. А я вообще, вот, может быть, сейчас, вот, может быть, сейчас, я так и подумала. Вы мне дали под руку, что это самое... Что мы пьём отдельно, без него? Нет. А что? Нет. А что? Ну, потому что я же здорово занимаюсь немножечко. А, ясно. В общем, это уже её личное, поэтому я отключаюсь. У нас всё замечательно, у нас всё хорошо. Чего и вам желаем. Субтитры создавал DimaTorzok.